Украина. Состоится ли переход на латиницу? Мариона Пресежнюк. Эуросианит, США. 23 мая 2018 года. Переход с кириллической графики на латинскую стал устойчивым политическим трендом на постсоветском пространстве. Коснулся он и Украины, где возобновились дискуссии о преимуществах латинизации письменности. Впрочем, на Украине эти споры идут уже два века. Новый виток обсуждения перспектив перехода на латиницу начался с того, что глава МИД Украины Павел Климкин поднял эту тему в Фейсбуке в марте, обозначив ее как интересную и своевременную. В дружеской беседе историк и журналист из Польши Земовичерик спросил, почему бы Украине не ввести наряду с кириллической латиницу. Наша цель – формирование украинской политической нации, поэтому мы должны работать на то, что нас объединяет, а не разъединяет. С другой стороны, почему бы не подискутировать, написал Климкин, подчеркнув, что Украине стоит присмотреться к соседям, а также к общерегиональной динамике. Здесь надо обратить внимание на то, что польский визавик Климкина говорил о параллельном использовании латинского алфавита наряду с кириллическим, а не о полной замене кириллицы. С исторической точки зрения в этом есть резон. Украина долго балансировала между Речью Посполитой и Московией, и только позднее вошла в зону прямого влияния Москвы. Двойственное притяжение имеет место и сегодня. Идея перехода украинского языка на латиницу возникла еще в XIX веке. Впервые ее высказал священник из Львова Иосиф Лозинский, чуть позднее – чешский словист Йозеф Иречек. До 2010 года при выдаче официальных документов украинцы самостоятельно указывали вариант написания своих имен латинскими буквами. Как следствие, такая транслитерация оказывалась не всегда правильной, и документы, выданные после 2010 года, приходится менять по сегодняшний день. Так что принятие официальной транслитерации не создало проблемы, а, напротив, решило ее, избавив людей от лишних проблем за границей, начиная с аэропорта и заканчивая арендой автомобиля. Некоторые украинцы даже полагают возможной полную замену кириллицы латиницей. Так, в 2017 году украинский портал «Начас» и объявил, что в тестовом режиме будет публиковать материалы на варианте латиницы для украинского языка, разработанном Алексеем Федоровым. В сети активен и другой проект, с другим вариантом латинизации, латинка.так. Инициаторы проекта «Начасе» утверждают, что латинизация продвинет украинский язык на первое место по численности носителей среди латинизированных славянских языков, сделав его более привлекательным для изучения иностранцами и более понятным соседям. Кроме того, по их мнению, введение латинской графики будет стимулировать книгопечатание и ревизия украинской обучающей литературы на государственном уровне. Но у латинизации есть и противники. По мнению украинского историка, автора проекта «Ликбез». Историчный фронт Кирилла Галушка, слова Клинкина, лишь дипломатический жест, выражающий готовность к диалогу с Польшей. «Мы живем в свободной стране, можем обсудить любой вопрос, хоть латиницы, хоть китайские иероглифики», сказал Галушка. «Противники латинизации указывают на риск потери части собственного, отнюдь не привнесенного из России или СССР, исторического наследия, а также на то, что отступление на латинскую территорию может негативно сказаться на расширении сферы использования украинского языка русскоязычными, которые без того идут достаточно сложно. Об этом пишет в Фейсбуке директор Украинского института национальной памяти, историк Владимир Ветрович, последние годы все больше русскоязычных граждан переходит на украинский. Введение латиницы создаст дополнительные барьеры и остановит многих из них. Более того, такое изменение может спровоцировать движение в противоположном направлении, привычный кириллический русский для многих, особенно пожилых людей будет проще, чем незнакомый латинский украинский. Кроме того, Ветрович подчеркнул, что кириллица – это фундаментальный элемент нашей тысячелетней культуры и идентичности и отказ от нее сделает нас слабее, потому что растворит нашу уникальность. С этой точкой зрения солидарен и директор Института украинского языка Национальной академии наук Павел Гриценко, также критически оценивший идею латинизации. У нас есть украинская графика, которая выросла на почве исторической кириллицы. Она продолжает эту кириллицу. Это идет от X века у нас. От XI века у нас памятники этой графикой. Если это попытка дистанцироваться от России, то не надо забывать, что любые тесные связи с начинаются в XVII веке, а предыдущие восемь веков развития нашей письменности и культуры. Это мы должны выбросить на помойку. Чтобы только не быть похожими на россиян, это примитивная оборона. А нам надо давно переходить в наступление и утверждать величие и красоту всего украинского. В частности, и красоту украинского языка, заявил Гриценко. Аргументы как противников, так и сторонников введения латиницы достаточно весомы. Но в украинском обществе, несомненно, есть запрос на введение латиницы, пусть даже он и носит нишевый характер. Здесь можно заметить, что в Сербии, Черногории, а также Боснии и Герцеговине параллельно используются обе графики. Но для введения двух вариантов графики необходима политическая воля со стороны киевских властей. Прежде всего, необходим единый стандарт латинской орфографии украинского языка. В противном случае, по оценке историка Ростислава Мартынюка, проект латинизации продолжит распыляться на множество конкурирующих вариантов. Так, на сегодняшний день на разных версиях украинской латиницы уже издан около стакник.